МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, честно, я сама не ожидала, тем более еще в двухкомнатных. Ну, добивалась, просила, потому что своего жилья как бы нет. Люберецких медиков поздравили с профессиональным праздником. Самое главное мира. Больше остальное все приложится. Остальное все сделаем. Как отметили День России и люберчане, расскажем в выпуске. Играть в целом не сложно. В принципе, так же, как и на остальных турнирах, либо дома, настроен на победу. В округе провели открытый кубок по длинным нардам. А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время доложили руководители структурных подразделений и ресурсоснабжающих организаций. Уважаемые коллеги, доброе утро. Сегодня те вопросы, которые мы будем обсуждать, очень важный вопрос у нас в этом году. Большое количество вводных новых объектов социальной инфраструктуры. Это сады, школы. И подготовка к первому сентября очень важна. Главное, чтобы все было выполнено в срок, качественно. Всего в текущем году запланировано к открытию 11 социально важных объектов образования. Это 4 школы в общей вместимостью 4670 мест, 6 детских садов в общей вместимостью 1430 мест и проведение капитального ремонта 18-й гимназии. По педагогам, по отбору коллектива у нас успеваем все. На сегодня уже практически все те вакансии, которые были озвучены, заполнены. Думаем, что ко второму сентября, как раз к торжественным линейкам, все педагоги будут на своих местах вместе со своими детьми. Подготовка к отопительному сезону следующего года. Как она проходит, где меняем, какие трассы. График подготовки к осенне-зимнему периоду. По состоянию на 1 июня достигнут показатель в 15%. К 1 июля этот показатель будет равняться уже 30%. До 1 сентября мы взяли на себя обязательство полностью подготовить городской округ Люберцы к началу отопительного сезона. На текущую неделю для информирования жителей и коллег начинается работа по капитальному ремонту следующих участков тепловых сетей. Это в Красково на КСЗ, дом 24-27, в поселке Октябрьском, улица Пролетарская у дома 5 и на улице Побратимов города Люберцы. Также на этой неделе планируется остановка котельной в поселке Калинино для работ по опрессовке данной котельной и также гидравлических испытаний сетей диаметром 500 мм от данной котельной до подконечных потребителей. Вопросы, связанные с содержанием уличной дорожной сети. Представляю вашему вниманию выполнение поручения губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева работы по организации дополнительного парковочного пространства возле парка Малаховское озеро. Работы выполнены подряд на организации ООО «МСК Дорстрой». Обустроено дополнительных 15 машин и мест. Площадь парковки составила 400 квадратных метров. Большая работа проделана. Мы выходили туда на прошлой неделе. Было два места. Сделали в одном пока только, асфальтировали. Второе когда делаем? На этой неделе? Второе запланировано, Владимир Михайлович. Там сейчас нужно будет опилить деревья. Срок когда? Срок, я думаю, две недели максимум. Две недели хороший, достаточно быстро срок, понятный. На текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на муниципальных дорогах по улице Камова, Мира, Побратимов, Льва-Толстого, Волковский проезд, общей площадью 115 квадратных метров. Далее сообщаю, что на региональных дорогах также проводятся работы по устранению ямочности. С начала года по текущий период на региональной сети отремонтировано 2094 ямы, общей площадью 5401 квадратный метр. Подряд на организации будут продолжены работы по ямочному ремонту на региональной дороге Латкаринское шоссе. Всего будет отремонтировано 101 квадратный метр дорожного полотна. В преддверии нашего главного праздника Дня России с праздником. И, конечно же, неделя у нас такая разорванная. Просьба не расслабляться, так как те осадки, которые синоптики нам прогнозируют, будут рекордные. Поэтому все, что связано с ливневками, Евгений Ильич, все, что связано с какими-то авариями, обрывами, не дай бог, где-то что-то будет сломано. Константин Михайлович, все службы должны быть во всеоружии. Праздник праздником, а у ЖКХ работа всегда есть. Поэтому всех с наступающим праздником. Хорошей недели. Долгое время жильцы жилого комплекса 1-й Лермонтовский жалуются на нестабильную работу лифтов. Для решения проблем и возможности ответить на вопросы люберчан организована встреча с представителями управляющих компаний и администрацией городского округа. Какие меры будут предприняты, узнала наша съемочная группа. На Рождественской улице собрались жители всего жилого комплекса. Претензия в адрес представителей управляющей компании всего одна. Лифты регулярно выходят из строя. Жильцы попросту боятся ими пользоваться. Я живу здесь чуть больше полугода на 25-м этаже в первом корпусе. Четвертый дом Рождественская, 4. Постоянные проблемы с лифтами. Вчера произошла ситуация просто вопиющая, на мой взгляд. Потому что мы с соседкой, которая была с маленьким ребенком, провалились на минус первый этаж. Не сработали датчики. Мы просто не смогли выбраться. Мы сидели 15 минут, мы позвонили в диспетчерскую. Дважды никто не пришел. Далее мы просто нажали рандомно, грубо говоря, на первый этаж. Нас очень сильно трясло. Мы вышли из лифта, слава богу, живы и здоровы. Девушка убежала с ребенком. Я больше в этот лифт не заходила. Поднялась на свой этаж на другом лифте. И в течение дня наблюдала, ничего с этим лифтом не произошло. В прошлую субботу не работал ни грузовой, ни пассажирский лифт. У меня свекровь со мной живет. Она на инвалидном кресле. Она не может передвигаться самостоятельно. Нам нужно было выйти к врачу. Мы не смогли попасть, потому что не работал лифт. Соответственно, она не могла с собой спуститься. Была ситуация в прошлом году, когда я слетела с лифта. Что летел, поднимались мы. Он резко полетел вниз. Я была с ребенком. Отключение света скрежет неоткрывающиеся двери. Такие ситуации в жилом комплексе Первый Лермонтовский происходят почти каждую неделю. Принять меры жильцы у управляющей компании просят уже год. Сейчас к решению проблемы работы лифтового оборудования подключилась и администрация городского округа Люберцы. Уже в прошлом году мы неоднократно были здесь. В начале этого года мы здесь были. И те проблемы, которые люди озвучивали для управляющей компании, либо не решаются, либо решаются с большим трудом. Сегодня мы вызвали уже сюда высшее руководство компании. Конкретно четко поставлены задачи. И во всей этой ситуации мы целиком полностью на стороне жителей. Встреча прошла, я считаю, конструктивно. Мы услышали много справедливой критики в наш адрес. Есть абсолютно справедливые замечания к нашей работе. Результатом является сейчас согласованный план мероприятий, который сегодня мы запротоколируем, выложим. И, соответственно, до 22 числа мы должны устранить эти все замечания. По итогам собрания представители управляющих компаний заверили жителей, что все неисправности будут устранены до 22 июня. Для проверки качества выполненных работ создадут специальную комиссию, а с жильцами проведут повторную встречу. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят во всех микрорайонах городского округа. На этот раз глава Люберца Владимир Волков вместе с профильными заместителями ответил на вопросы жителей поселка Вуги. Какие обращения взяли в работу представители власти, узнаем в следующем сюжете. Я живу в городе Люберца, поселке Вуги, дом 13. Я хочу, пришла с таким вопросом. Был гололед, и сломали крышу, когда били лед, и повредили сетку. Ну, такой вот от мух, в смысле. Но дело в том, что мы сейчас написали заявление, в ЖКХ написали. Я разговаривала с главным инженером. Он мне пообещал, что они сделают это. У меня вопрос по нашему поселку. Я живу здесь с 52-го года. В дороге почему-то стоят фуры. Почему они стоят? Люди сейчас квартиры занимают, и вот эти рабочие, они ставят свои фуры. Нам даже прогуляться негде. Вопросов много, они разные, но каждый по-своему важен. Все обращения, которые поступают на таких встречах, моментально берут в работу. Жители дома в Панковском проезде обратились напрямую к главе городского округа Владимиру Волкову. Недавно в их доме стартовал ремонт фасада. Жители переживают, как он будет проходить. Договорились, что на следующей неделе я обязательно выйду, и мы встретимся с подрядной организацией. И они сами расскажут сроки, понимание проекта, какая будет световая гамма, чтобы не было никаких секретов. Наряду с представителями местной администрации на вопросы жителей отвечал заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский. Большое количество обращений связано с ремонтом третьей поликлиники. В настоящий момент мы этим занимаемся, разрабатываем медико-техническое задание для того, чтобы в ближайшее время, но это уже 25-й год, включить в адресный перечень. Вопросы к представителю министерства коснулись также оказания медицинской помощи на дому, записи к узким специалистам и направления на бесплатное лечение в Москве. Реконструкция Наташинского парка – один из долгожданных проектов для жителей городского округа Люберцы. Работы над преображением главной зоны отдыха идут каждый день и завершатся в сентябре этого года. Что сейчас происходит на строительной площадке, выясняла наша съемочная группа. Реконструкция Наташинского парка идет ускоренными темпами. Перед подрядчиком стоит непростая задача. Перед тем, как приступить к комплексному благоустройству, необходимо было исправить ошибки предыдущей организации. Чтобы уложиться в сроки, работу сосредоточили на территории всего парка. Этапы реконструкции практически идут параллельно. На данный момент мы проводим работы вокруг Наташинских прудов. Тот самый первый этап незавершенный с прошлого года. Устраиваем дорожки, водоотводящие решетки и в том числе прокладываем канализацию. Также сейчас мы зашли уже вглубь самого парка, на центральной аллее. Также ведем работы и по устройству канализации, по прокладке подземных коммуникаций и, соответственно, дорожки, в том числе пешеходные. Сейчас парк закрыт для посетителей. Каждый день на строительной площадке работают около 70 человек и 15 единиц спецтехники. Реконструкция зоны отдыха под контролем общественности. В ежедневном режиме также присутствуем на строительной площадке при взаимодействии с подрядной организацией. При обращении жителей мы на их обращение реагируем, оперативно встречаемся и в случае необходимости принимаем соответствующие решения. Результатом проводимых работ станет обновленный современный парк. Здесь появятся новые входные группы, лодочная станция, смотровые площадки, велосипедные дорожки, зоны для тихого отдыха. Что касается самих прудов, то в рамках проекта работы на водоемах не предусмотрены, но обещанные изыскания проводятся. После заключения специалистов пруды начнут наполнять водой, чтобы спасти их от дальнейшего обмеления. Луиза и Геазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах провели расширенное заседание Комитета Московской областной думы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Участники проинспектировали ход строительства социальных объектов и обсудили планы до конца года. Подробнее расскажем в сюжете. В данный момент у нас прошла итоговая проверка. По результатам итоговой проверки мы ждем заключения соответствия. Сменным образованием у нас были согласованы планировки детского садика и было согласовано технологическое оборудование детского садика. Этот детский сад на Красноармейской улице построили в рамках адресной инвестиционной программы. Учреждение на 120 мест уже готово к вводу в эксплуатацию. В конце лета садик примет воспитанников. Если они в начале июля не зайдут, то мы до отопительного сезона не сжадим. А дальше снег может быть, и дожди. Это уже будет тогда не работать. А масштабную реконструкцию стадиона «Торпеда» проводят в рамках программы строительства объектов социальной инфраструктуры. Спортивный кластер возводят за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Это плановое мероприятие Московской областной думы. Единственное, оно немножко расширилось, исходя из поручения председателя Московской областной думы Игоря Юрьевича Бронсова. Сегодня здесь фактический комитет и профильные министерства. Сейчас мы находимся на стадионе «Торпеда». Это как раз государственная программа Московской области. Теперь здесь будет новое подогреваемое поле. Будет построено ФОК с универсальным залом. Мы сделаем полноценную трибуну на 1500 мест. Также у нас в поселке Вуги строится детский сад. Мы его планируем тоже завершать, чтобы дети пошли в детский сад, уже в новое здание. По стадиону «Торпеда», я думаю, уверен, что мы уложимся до конца года. И в начале следующего года мы откроем объект уже, чтобы он начал функционировать. Уже на расширенном заседании, которое провели в Люберецкой администрации, обсудили строительство социальных объектов на территории всего региона. Люберцы – в десятки градостроительно активных округов Подмосковья. На территории реализуется 26 проектов жилищного строительства. Причем хочу сказать, что все эти проекты, они соответствуют нашим стандартам и региональным нормам проектирования в части комплексного развития территории. И в составе их в том числе входят социальные объекты по РНГП, объекты транспорта, объекты инженерной инфраструктуры вместе с объектами, которые необходимы для нормального существования и проживания. В Министерстве технической политики мы достаточно оперативно, в рабочем порядке обрабатываем все возникающие вопросы. Такие заседания в формате открытой трибуны проводят в регионе еженедельно. Вместе с представителями надзорных органов в них участвуют и жители. В этом году и на ближайшие три года. Поэтому разъясняем нашим жителям, отвечаем на все вопросы. Сейчас лето, да, это основная строительная такая пора. И не только строительная, а и благоустроительная. Поэтому сейчас будем также делать акцент на контроль тех объектов, которые строятся по государственной программе «Современная комфортная городская среда». Только в этом году в Подмосковье сдадут в эксплуатацию более 70 социальных объектов, построенных в рамках государственных программ, и 68 по инвестконтрактам. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Праздник тех, кто стоит на страже здоровья людей. Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Эта дата – еще один повод сказать им спасибо за нелегкий труд и порой бессонные ночи. Как в городском округе Люберцы чествовали виновников праздника, покажем в следующем сюжете. Они помогают появляться на свет новым людям. Первыми приходят на помощь в экстренной ситуации. Делают все, чтобы предотвратить развитие болезни. В зале картины и галереи собрались представители разных сфер медицины. Но абсолютно все выполняют одну и ту же миссию – дарят пациентам здоровье и долголетие. С полной уверенностью я вам скажу, что у нас в городском округе Люберцы самый лучший из лучших медицинских работников. Это с полной уверенностью, и я отвечаю за свои слова. Мы гордимся, что вы работаете на территории городского округа Люберцы. Большое количество наград, которые вручили медицинским работникам, тому доказательства. Ряд врачей и медсестер получили знаки отличия и почетные грамоты главы городского округа Люберцы. Прежде всего отметили труд тех, кто носит высокое звание медика уже не один десяток лет. В профессии я с 82-го года, стаж работы 42 года. Выбрала случайно, с подругой пошла за компанию. Ну, и всю жизнь работаю. Пять медицинских работников получили в преддверии профессионального праздника сертификаты на квартиры по коммерческому найму. Ну, честно, я сама не ожидала, тем более еще двуркомнатная. Ну, добивалась, просила много. То, что своего жилья нет. Ну, наконец, сбывается мечта. Будем дальше работать, уходить никуда не собираемся. Труд медицинских работников отметил также председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Он поздравил всех причастных и вручил троим сотрудникам здравоохранения знаки отличия. Люди в белых холодах твою жизнь охраняли под петь. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Лето. Пара поездок на самокатах, велосипедах и роликах. И, как показывает статистика, именно в этот период возрастает количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Чтобы предупредить несчастные случаи на дорогах, представители госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд. Местом проведения рейда стала улица Митрофаново в районе Наташинского парка. Самое популярное и в то же время опасное средство передвижения – электросамокаты. На водителя этого транспорта сотрудники госавтоинспекции обращают особое внимание. Памятку вручаю. Аккуратнее, не нарушать правила дорожного движения. На пешеходных переходах обязательно нужно спешиваться. Поле зрения и велосипедисты, и обладатели обычных самокатов. Но памятки с правилами дорожного движения вручают и пешеходам. Предупрежден – значит вооружен. На проезжей части вам выезжать нельзя. Выезжать можно с условиями, если нет тротуара. В Люберцах везде у нас есть тротуары, пешеходные дорожки. Кроме сотрудников Люберецкой госавтоинспекции, в рейде принимает участие инспектор по делам несовершеннолетних. За нарушение правил дорожного движения детьми ответственность несут родители. За нарушение правил управления техникой, не имеющей водительского удостоверения, не имеющей права управления, штраф от 5 до 15 тысяч рублей, предусмотренный кодексом административного правонарушения, статьей 12.7. Также со стороны электросамоката, статья 12.29, часть 2, не спешится, управляя вдвоем на электросамокате, одной рукой, иные правонарушения. Такие рейды представители правоохранительных органов проводят регулярно и на территории всего городского округа. Проверять несовершеннолетних водителей на соблюдение правил они будут до окончания летних каникул. Луиза Игия Зарян, Тенис Заугольников, телеканал ЛРТ. Стартовала летняя оздоровительная кампания. 10 июня в Люберецких школах открылись лагеря дневного пребывания детей. В 12-м лицее, где отдыхают более 100 школьников, побывали мои коллеги. Летние городские лагеря открылись на базе 29 образовательных учреждений округа. Каждый день с понедельника по пятницу ребят ждет насыщенная развлекательная и образовательная программы. Ежедневно проходят для ребят кружки. Шахматный кружок, кружок английского языка, спортивный кружок, кружок по рисованию. То есть целый день у ребят активен и занят разными важными делами. И всегда им очень интересно. Они радуются, улыбаются. Интеллектуальные задания, спортивные эстафеты и подвижные игры под открытым небом. Каждый здесь может повысить качество знаний и найти новых друзей. Я в этом лагере уже третий год. Мне тут очень нравится, потому что здесь всегда очень весело. И очень много всяких развлекательных программ. Я хочу пожелать своим друзьям этим летом очень хорошо отдохнуть, чтобы они чувствовали себя очень хорошо, у них было хорошее настроение. Основная программа летнего лагеря рассчитана на учеников младших и средних классов. Ну и ребятам постарше скучать некогда. Они вожатые. Нам нравится проводить время с детьми, как-то взаимодействовать с ними. Желаем побольше найти друзей, провести это время с умом. Это тоже очень приятно, когда старшеклассники будут заботиться о младших своих товарищах и будут помогать организовывать досуги, всевозможные мероприятия, развлечения. И, конечно, сопровождать наших детей на экскурсионных программах. Квесты будут для них организованы. Будет посещение музеев в городском округе. В 12-м лицее летний городской лагерь посещают 108 детей. Всего в летних лагерях округа отдыхают 3,5 тысячи школьников. В городском округе Люберцы состоялись мероприятия, посвященные Дню России. Государственный праздник отметили в парках, учреждениях культуры и образования. Учащиеся и педагоги 51-й школы подготовили концерт с мастер-классами, конкурсами и спортивными состязаниями. Тему продолжит наш корреспондент. В этот день и российский триколор повсюду. И на сцене, и на холсте, и даже на лицах. В 51-й школе царит праздничное настроение. Патриотический концерт начинается с главной песни страны. Славься страна, мы гордимся тобой! Мы сердечно поздравляем вас с Днём России, великой и мужественной страны, которая проделала огромный путь для того, чтобы стать такой, какой мы её сегодня видим. Мы желаем искренне каждому из вас добиться личностных, профессиональных успехов, видеть нашу страну такой же процветающей и великой, какой она и сейчас является. В то время, пока одни воспитанники школы выступали перед гостями с вокальными и танцевальными номерами, другие участвовали в мастер-классах по изготовлению сувениров, нагрудных значков цвета российского флага. Они делаются у нас из фетра. Здесь ещё нужно бусинку и булавочку. Как раз это сейчас актуально, потому что завтра праздник у нас. У нас даже мальчики хорошо делают. Каждый сделал по две штучки. И себе, и маме. На другой локации тематические аквагримы – конкурсы изобразительного искусства. Тема рисунков – Россия и всё, что связано с историей, культурой и традициями страны. Я нарисовала флаг России, природу, солнце. Я люблю Россию. Этот день для меня очень важен. Я живу в России, здесь, в Радио Асии. И Россия – это моя родина, и я никогда не пропускаю этот праздник. День России отметили и по-спортивному. Ученики младших классов приняли участие в весёлых стартах. Выполняли задания, в которых проявили ловкость, скорость, выносливость и командный дух. Ну и в продолжение темы праздничные локации были организованы в каждом посёлке и микрорайоне. Но основной площадкой в этом году стал Центральный парк. Там работала съёмочная группа нашего телеканала. На сцене Центрального парка пестрят триколоры и звучат песни о любви к родине. День России – молодой праздник с большой историей. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. С этого документа начался отчёт новой истории России. После совместного исполнения гимна России глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил с важной для каждого жителя страны датой. Этот день олицетворяет единство нашей страны. Многоконфессиональной, многонациональной, самой великой страны на территории земного шара. Это самая большая территория, населённая народами, едиными народами, которых объединяет единая культура, единые ценности, единая история, богатая история. Сейчас наши бойцы, наши земляки защищают рубежи нашей Родины на территории СВО. Достойно защищают. Многие ребята уже награждены государственными наградами. И, конечно, мы их ждём домой, ждём с победой. И не сомневаемся, что она будет. И будет в ближайшее время. Посетителей Центрального парка ждали творческие мастер-классы, познавательные викторины и развлечения. Всё это сопровождалось выступлениями танцевальных коллективов и артистов городского округа. Всем россиянам я желаю здоровья, желаю процветания, желаю, чтобы наша страна была самой-самой великой и оставалась самой великой страной. Мира – это самое первое. А потом здоровья и всего-всего хорошего. Удачи. Самое главное – мира. Больше остальное всё приложится. Остальное всё сделаем. Ура! Всё в России! Уиза и Геосарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе стартовал конкурс «Люберецкая супербабушка с дедушкой рядышком». В нём принимают участие самые спортивные, творческие и жизнелюбивые пары серебряного возраста. Чтобы завоевать звание победителя, участникам придётся преодолеть несколько этапов. Подробнее в сюжете моих коллег. Внимание! Маршу! В конкурсе участвуют 11 семейных пар. Для них в Центральном парке подготовили соревнования на меткость, скорость и выносливость. Вера и Валерий Фроловы привыкли всё делать вместе и во всём друг другу помогать. Принять участие в семейном конкурсе согласились не раздумывая. Я первый раз участвовала в 2019 году, потом в 2023, но, к сожалению, не выиграла, но это не главное. Главное, участвовала и радость, и новые знакомства, и очень-очень весело было. И в этом году нам предложили, и мы так обрадовались на самом деле. Ну, надеюсь, в этот раз мы победим. С нами вся наша семья, дети, внуки. У нас три сына, четыре внука. 43 года мы вместе уже. Я всегда поддерживал жену на конкурсах. Ну, всегда был с ней рядом. Настроен на победу. Победительница конкурса «Люберецкая супербабушка» Светлана Меншикова на личном опыте знает, чтобы пройти финал, нужно быть уверенным в себе и в своих возможностях. Очень много знакомых, очень много, и мне так захотелось просто их прийти и поддержать. Участникам самое главное – успеха, и чтобы не сдавались. Все у них будет, выиграют, они не выиграют, но получат такие эмоции. Это неповторимое. Эмоции в нашей жизни – это все. Проводили 2019 года этот конкурс, и были только одни супербабушки. Но в год семьи, ну как-то надо, чтобы была семья, родоначальники семьи, бабушка и дедушка. Что замечательно, сегодня у нас пришли не просто участницы, да, они пришли со своими детьми, внуками, а некоторые есть даже с правнуками. Впереди семейные пары ждет творческий этап конкурса. Его проведут в начале июля в Культурном центре «Союз» в Малаховке. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всей семьей на ГТО. Под таким девизом в День России на стадионе 41-й гимназии прошел спортивный фестиваль. Подробнее в сюжете моих коллег. Фестиваль объединил 10 команд и стал ярким семейным праздником. Игорь Царев, выполняя тормотивы ГТО впервые, примером послужила дочь. У нас дочка старшая уже сдала на золото. И сейчас вот подтянула нас, в общем, в молодых родителей сдать тоже, поучаствовать. Ну вот только начали, да, пока все на золото, но дальше посмотрим. Лев и Марина Гончаровы пришли на стадион с четырьмя детьми. Родители с детства их приучили к активному образу жизни. А лучший способ приобщить ребенка к спорту – заниматься всей семьей. В свой день рождения, в день России, пришел сдать тормотивы ГТО. Не в первый раз, у меня уже есть золотой значок. Своим примером я заразил детей, это хорошая заразная болезнь ГТО. Вот поэтому они тоже пришли сдавать, и уже некоторые дисциплины мы успели сдать на золото. Когда говорили, мы – это мы все. Подтягивания на перекладине, прыжки в длину, наклоны вперед, не сгибая ног, метание гранаты, бег на короткую и длинную дистанции. Сумма баллов, набранных в ходе испытания каждой семьей, учитывалась при подведении итогов. Мы выявим наисильнейшие семьи городского Курглюберца, которые будут рекомендованы бронзовый, серебряный или золотой знак. Если участник сдает все нормативы на золото, но один из них на бронзу, то он получает бронзовый знак. Поэтому не у всех с первого раза получается выполнить нормы ГТО на золотой знак, отличие. Поэтому, получив бронзовый или серебряный знак, всегда можно побороться за золото, есть куда стремиться. С начала года нормативы ГТО выполнили более тысячи люберчан. Из них почти 700 человек стали обладателями золотого знака «Готов к труду и обороне». Мы готовы к труду и обороне! Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел открытый кубок по длинным нардам «Спартак Нарды» Open 2024. В Люберцах такие соревнования проводят впервые. В турнире принимали участие игроки из разных городов Подмосковья и Москвы. За состязаниями игроков наблюдали мои коллеги. Нарды – популярная настольная игра, где за доской встречаются как профессионалы, так и те, кто научился играть совсем недавно. Цель – привести свои фишки в дом и снять их с доски раньше соперника. В партии побеждает участник, набравший три очка. Турнир проходит по швейцарской системе с выбыванием после трех поражений. «Игра интересная тема, но она как в жизни. Это поиск оптимального решения. Как ни странно, что бы мы ни кидали, броски случайные. Но в любой позиции есть наилучший ход. Наилучший ход. И вот мастер отличается от любителей тем, что он гораздо точнее в огромном количестве позиций разберется в плане на игру, в тактическом видении позиции и всегда будет находить или наилучший ход, или второй по силе ход». Уважение к сопернику, расчет и немного удачи – главные принципы игры. Владимир Преснов приехал из Москвы. Играть в «Нарды» его научил отец. Свою первую партию окончил победой. С таким результатом планирует завершить весь турнир. «Мне очень нравится играть в «Нарды» и решил попробовать свои силы на фоне сильных соперников. Увлекаться «Нардами» я начал с 7 лет. Сейчас мне 29, то есть я уже играю в «Нарды» больше 20 лет. Играть в целом несложно. В принципе, так же, как и на остальных турнирах, либо дома, настрой на победу». В апреле 2022 года «Нарды» признали официальным видом спорта. В этом турнире приняли участие больше 50 человек из разных городов Подмосковья и Москвы. Состязания продлились два дня. Участникам, занявшие с первое по четвертое места, вручили грамоты, кубки и денежные призы. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошли итоговые соревнования по художественной гимнастике среди девочек от 3 до 16 лет. Они посвящены Дню защиты детей. Этим конкурсом участники завершили спортивный сезон. За выступлением спортсменок наблюдали мои коллеги. Сейчас свою программу исполняет Аделина Нурулина. На соревнования приехала из Балашихи. Этим видом спорта она занимается уже 5 лет. Больше всего ей нравится выступать в индивидуальной программе без предмета. Аделина считает, что так все внимание зрителя сосредоточено именно на спортсменке. Я думаю, что я выступила очень хорошо. И полупальцы, я думаю, я тянула и колени тоже. Я сильно волнуюсь, достаточно. Я делаю вдох, задержку и выдох. Я очень хочу быть похожа на Ирину Винер. За техникой исполнения, артистичностью и работой с предметом пристально следят 4 судейские бригады. Жюри оценивали разные виды упражнений по художественной гимнастике. Спортсменки использовали в номерах обручи, мячи, булавы и скакалки. Состязались в групповых упражнениях и представляли индивидуальные программы. Мы проводим сегодня соревнования, посвященные Дню защиты детей. Для девочек это последнее соревнование в спортивном сезоне. Мы подводим итоги, вручаем разряды, которые девочки смогли выполнить за этот сезон. И награждаем лучших гимнасток. В турнире принимали участие гимнастки из Пушкина, Лобни, Балашихи и Долгопрудного. Всего в этот день выступили 100 юных спортсменок в возрасте от 3 до 16 лет. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей ищите в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте ЛРТ.ТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok